Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик и сегодня ваша любимая рубрика «Народный тест». Сегодня мы с вами будем проверять молоко. Я напомню, что это не рекламная интеграция, все молоко мы покупали сами. Проверить качество молока на 100% можно только в лабораторных условиях. Мы сегодня с вами будем делать такие народные тесты, народные способы, как можно проверить молоко в домашних условиях. У нас сегодня 4 марки. Это молоко «Вкуснотеева», «Красная цена», «Домик в деревне» и «Молоко вкусный». Немножко расскажу про то, как выбрать молоко. Молоко можно покупать в любую упаковку, главное, чтобы оно было целое. То есть никаких вмятин, никаких, не дай бог, дырочек в молоке быть не должно. Даже если оно продается со скидкой, упаковка молока должна быть целая. Потому что молоко это живой продукт, и если в нем, например, есть дырочка, туда могут попасть вредные микроорганизмы, и вы этим молоком просто можете отравиться. Я где-то читала, что лучше выбирать молоко в непрозрачной упаковке, типа такой. Но я на самом деле часто беру вкусвиловское молоко, оно в прозрачной упаковке, у меня к нему претензий нет. Так что не знаю, насколько этот совет правильный. Еще на что нужно обратить внимание. У нас в России с 2021 года действует специальная маркировка молочной продукции. Это вот такой вот штрих-код, который клеится на упаковку и на партию. У нас интересует упаковка, он всегда будет находиться сверху или сбоку в дополнение к основному штрих-коду. Смотрите, здесь у нас на молоке «Домик в деревне» написана вот такая вот маркировка, честный знак, сканируйте код, гарантию подлинности, подтвержденной системой маркировки. Это маркетинговая уловка, на самом деле, честный знак, проходит сейчас вся молочная продукция. Даже вот, не знаю, там молоко у нас было красная цена, которая стоит в два раза дешевле, но не в два, может, ну, процентов на 30 точно дешевле. У него тоже есть маркировка, вот она вот здесь вот. Поэтому вот на эту штуку внимания не обращайте, у нас все молоко, которое продается в магазинах, оно со специальным штрих-кодом. В этом штрих-коде вы можете узнать вообще все о конкретном товаре, где вы сделали, где вы его купили, время покупки, состав и так далее. Еще один момент при выборе и покупке молока. Если вы покупаете молоко на рынке или у фермеров, обязательно спрашивайте у них все необходимые документы. Их достаточно много. Пройти проверку качества достаточно сложно, но от этого зависит ваше здоровье. Я ни в коем случае не говорю, что на рынке нельзя покупать молоко, но очень часто продавцы документы не делают. Например, коровка, даже если вы там у бабушки деревню своей берете, коровка может чем-то заболеть, на ранней стадии заболевания можно не выявить. И если вы пьете, например, сырое молоко, что вообще нельзя делать никогда, вы можете тоже чем-то отравиться. Поэтому с этим, пожалуйста, аккуратнее. Я лично больше люблю молоко из магазинов. У меня есть свои любимые бренды, сейчас не буду говорить какие, но такое молоко, оно всегда проходит очень много проверок качества, тем более сейчас с новой системой маркировки. И теперь мы с вами переходим непосредственно к тестам. Давайте еще раз пробежимся по нашему молоку. Смотрите, самое вкусное молоко всегда будет с маркировкой ГОС. В составе может быть просто молоко, состав в принципе может быть не указан, а может быть молоко цельное, молоко обезжиренное, это все ок. Единственное, в составе хорошего молока никогда не будет сухого молока и воды. И надпись обязательно будет молоко, а не молочный напиток или там какой-нибудь там молочный продукт. Обязательно молоко. Смотрим. Красная цена у нас с маркировкой ГОСТ, составом все в порядке, шикарно. Вкусвилл, вкусвилл у нас тоже с маркировкой ГОСТ, так да. И состав тоже у нас молоко цельное, молоко обезжиренное, ок. Дальше у нас в вкусноте его, такой маленький молочный треугольничек. Здесь тоже у нас ГОСТ, все в порядке. Домик в деревне. Вот здесь я в ГОСТ надпись не нашла. Не знаю, может быть она и есть, но кажется, что ее нет. Здесь состав просто молоко нормализованное. Тоже все в порядке, но надписи ГОСТ здесь нет. Во всех трех других образцах она есть. Первый наш тест. Мы будем, как обычно, использовать наш любимый йод. Этот тест должен показать количество крахмала. Точнее, есть ли вообще крахмал в молоке, потому что, конечно же, крахмала в хорошем молоке быть не должно. Мы сейчас нальем молочко по четырем блюдечкам, капнем туда йод и посмотрим, поменяет ли молоко цвет. Если цвет будет синий, это будет означать, что в молоке есть крахмал, значит, оно не очень хорошее. Если цвет не изменится, ну, точнее, он будет цвет йода, желтый такой или коричневый, значит, с молоком все в порядке. Капаем. Так, у нас первый образец это домик в деревне, все в порядке. Второй у нас вкусвилл. Все в порядке. Дальше красная цена. Тоже все хорошо. И последнее у нас вкуснотеево. Кстати, у вкуснотеево тот треугольный пакет вообще крайне неудобный, я вообще не понимаю, зачем их придумали. Тоже все хорошо. Какие красивые узоры получились, кстати говоря. Первый наш тест показал, что все образцы молока хорошие, и ни в одном из них крахмала мы не нашли. Для второго теста мы будем использовать водку. Этот тест должен нам показать наличие воды. Мы сейчас с вами в блюдечке также нальем молоко, и ровно в два раза больше мы нальем водки, перемешаем. И настоящее молоко, оно должно, конечно же, свернуться, потому что в молоке есть белок. Если оно сворачиваться не будет, или будет это происходить слишком долго, значит молоко разбавлено водой. Поехали. Первый образец перемешиваем. Еще добавим, что нет пока хлопьев. Очень странно. Смотрите, первый образец вообще не сворачивается, никаких хлопьев нет. Второй образец у нас вкусвел. Здесь тоже нет хлопьев никаких, все нормально. Что-то тест какой-то, мне кажется, неправдоподобный. Любое все молоко разбавлено, что кажется, мне вряд ли. Дальше у нас красная цена. Здесь тоже хлопьев нет. Очень интересно. И следующее у нас вкуснотеева. Смотрите, у нас ни одно молоко не свернулось. Это означает либо то, что у нас все молоко разбавлено, либо это означает то, что этот тест как бы не очень подходит для определения качества молока. Я буду надеяться все-таки на второе. И еще один тест с помощью обычного столового уксуса. Он поможет нам узнать, есть ли в молоке сода или мел. Что нам нужно сделать? Нам нужно просто капнуть уксус в молоко. Поехали. Так. Реакции у нас нигде нет, то есть пузырьки не появляются, как это было бы в случае с содой. Значит, в молоке сода или мел отсутствует. Ну и последний, наш четвертый тест. Мы просто попробуем молоко на вкус. Давайте сейчас его разолью. Запах приятный. Вкус тоже довольно приятный. Это у нас молоко вкуснотеева. Дальше у нас красная цена. Пахнет оно, мне кажется, никак. Ну, как бы нет у него запаха. Или у меня уже нос принюхался, я не знаю. Вкус тоже довольно нормальный, но слегка горчит. Может быть, мне так кажется. Но тоже вполне, вполне хорошее молоко. Дальше. Запах приятный. Это у нас вкусвел. Вкус тоже нравится. И последний образец. Домик в деревне. Оно тоже практически не пахнет. Но из-за того, что у меня еще, наверное, кружка такая высокая, мне не очень удобно. Вкус нормальный. Я даже не знаю, какой мне понравилось больше. Они все примерно одинаковые. Вот такой у нас получился тест в домашних условиях. Я напоминаю, что точные результаты можно получить только в лаборатории. В домашних условиях это сделать невозможно. Но народные тесты показали, что все молоко хорошее. Информация на упаковке тоже говорит об этом. По вкусу мне тоже понравились все образцы. Поэтому пейте молочко. Будьте здоровы. И пишите в комментариях, если обзор был вам интересен. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok